Здравствуйте, Алена, и привет всем нашим зрителям. Я тоже, Алисин Мират. Разведчиков бывших не бывает, и разведчики, даже шпионы, да, они видят какие-то вещи, которые, может быть, для многих экспертов являются сейчас неочевидными. В топ-теме обсуждений со вчерашнего дня это Ил-76, который разбился под Белгородом. Вы знаете все версии и то, как активно в этих версиях проявляла себя рост пропаганда. Ну вот Франция вчера отклонила запрос России о проведении 24 января заседания СОББЕЗа ООН по сбитому ИЛ. И, кстати, это пост представительства России в ООН об этом заявила. По вашему мнению, что не так с российскими версиями об этом ИЛе, с якобы, да, украинскими военнопленными, о которых утверждает Роспропаганда? Владеет ли, может, какой-то информацией Франция? Почему, собственно говоря, это экстренное заседание СОББЕЗа она отклонила по просьбе россиян? Нет, я думаю, что у французов как раз именно потому, что нет достаточной информации о том, что реально происходит, поэтому они не захотели удовлетворять эту просьбу российской стороны, с одной стороны. Плюс сейчас же находился Лавров в Нью-Йорке, да, и если бы французы удовлетворили эту просьбу, тогда на заседании присутствовал министр иностранного дела Российской Федерации, а это, естественно, повышает уровень интереса к этому западных СМИ и мировых СМИ. Поэтому французы в этом смысле просто использовали техническую возможность, чтобы ее отстранить, не удовлетворить этот запрос, потому что само по себе событие не мирового масштаба. То есть это не какая-то там бомбежка мирных жителей в Газии или на территории Украины, или даже в Российской Федерации. Поэтому здесь была у французов возможность, они ее и воспользовались. И правильно сделали, кстати. То есть французские, сейчас Франция председательствует Совбезе, поэтому он сказал, давайте мы пару дней отложим, посмотрим вообще, что там происходило на самом деле, или получим побольше информации, и тогда, может быть, рассмотрим. Но российская сторона давила, и вроде бы, вот сегодня мы с вами записываем нашу передачу в четверг 25 января, и вроде бы рассмотрение произойдет не в пятницу, а в четверг. То есть компромиссный вариант найден, то есть французы отказались рассматривать среду, предложили пятницу, и в итоге рассмотрение будет, может быть, в четверг. Версий пока что очень много. И как бывший старший офицер кадровой службы внешней разведки Российской Федерации и Советского Союза, я исхожу из того, что нам надо быть очень аккуратным, потому что пока что версий много, а информации мало. Очень важно иметь данные, то есть фактуру, на которой мы будем выстраивать версии. Когда мало фактуры, много версий, и все они могут оказаться неправильными, потому что нам, во-первых, нужно разобраться, откуда и куда летел самолет. Да, потому что появилась информация о том, что он вообще летел за границей, что он летел из Красного моря, Египта, в Сирию, потом там где-то там через Иран, и потом пропадал, и потом появлялся уже на территории Российской Федерации. Потому что если он летел из-за границы и долетел до Белгорода, то вся история с военнопленными, это просто пшик становится. Потому что тогда, может быть, он вез вагнеровцев, может быть, там из-за границы, а никаких не украинских военнопленных. Вот такую версию пока еще никто не озвучивал. Это было, кстати, вот это у нас, так сказать, эксклюзив с вами в этом интервью. Да, потому что надо понять вообще, откуда и куда он летел. В том числе, кстати, что люди говорили, что проанализировали те видео, которые появились в соцсетях, и создалось впечатление, что этот самолет летел не на юг, в сторону Украины, как утверждает российская сторона, якобы для обмена, организация обмена с украинцами, вот, а на север, то есть он удалялся от границы, вот, а это тоже меняет все. Так что, на самом деле, давайте посмотрим, подождем. Всех удивило, абсолютно всех, вот я послушал нескольких экспертов, абсолютно всех удивила та молниеносная реакция российской стороны с информацией о крушении самолета, которая совершенно нетрадиционна для российских СМИ и для Российского Министерства обороны, да, потому что я вам напомню, что вот А-50, который был сбит над Азовским морем, Российское Министерство обороны до сих пор не сказал о нем вообще ничего, да, и сказал только немножко о ИЛ-22, и, опять же, очень мало, вот. А тут вдруг информация какая-то такая, прям через час после крушения уже по всем телеграм-каналам и официальным, и Маргарита Симоньян уже опубликовала списки якобы военнослужащих украинских пленных, которые находились для обмена в этом самолете, хотя уже, кстати, вроде есть информация о том, что проверенные фамилии и какие-то там фамилии уже были обменены до этого, то есть на самом деле сейчас это ИПСО российской стороны явно совершенно в информационном пространстве. То есть даже если и самолет был сбит украинской стороной, то использование этого сбития явно идет по, так сказать, по лекалам пропагандистским, вот, и Российская Федерация просто пытается использовать это дело, пока Лавров находится в Нью-Йорке, по максимуму использовать для того, чтобы отработать по этому вопросу. Вот, пока что ничего, никаких окончательных версий нету. Президент Зеленский сказал, что он собирал все свое руководство военное, задавал им вопросы, пока что и они до конца не обладают информацией, и в любом случае президент Зеленский сказал, что он будет настаивать на международном расследовании этого инцидента, потому что, естественно, доверять российским военным нельзя. Понятно, что место крушения военные Министерство обороны Российской Федерации уже оцепил, не допускает туда никого гражданских. В этом, кстати, нет ничего особенного, потому что, в общем, военные во всем мире никогда не любят, когда в их проблемы, в их крушение, в их расследование вторгаются какие-то цивильные власти. Так что будем смотреть. Пока что очень много шума и очень много версий, и именно то, что российская сторона слишком шумит по этому вопросу, вызывает сомнение вообще в ее непричастности к этому инциденту. События 25 января. Сейчас будем рассматривать. Путин сегодня отправился в Калининград. Возможно, в этот момент, когда мы пишем этот стрим, он уже в пути. Значит, Песков сказал, что поездка Путина в Калининград – это, цитата, «не месседж странам НАТО, а обычная работа в рамках посещения регионов». Ну, что интересно, Песков сказал, вот тут интересно, каким путем, да, будет, каким транспортом будет в Калининград Путин ездить, потому что раньше он панически боялся летать, мы с вами неоднократно это обсуждали, вот последний год ему даже там бронепоезд определенный подготовили. Но Песков следующее говорит, для обеспечения безопасности президента РФ при полете в Калининград делается все необходимое. Скажите, пожалуйста, кто полетит в Калининград? Путин, войник, и если таки оригинал туда направляется или уже в пути, то на каком виде транспорта? Прошу. Ну, туда можно приехать только двумя видами транспорта из Российской Федерации, либо по морю, либо самолетом, потому что по дороге, ни по железной, ни по автодороге приехать нельзя, границы прямой с Калининградом у Российской Федерации нет, даже у Белоруссии нет, вот есть этот знаменитый Сувалский коридор, по которому можно приехать поездом, но, естественно, Путин так не поедет, вот, скорее всего, он все-таки полетит, полетит на самолете, вот, и полет этот проходит даже не над сторонами Балтии, а над Балтийским морем, то есть из Санкт-Петербурга, из Пулкова самолет вылетает на Пинский залив и дальше спускается по Балтийскому морю в международной зоне, а дальше попадает в Калининград, то есть таким обходным путем. Это единственная вещь, когда это можно сделать быстро, потому что на подводной лодке или там на морском катере тоже можно доехать на каком-то судне, но это займет больше времени, и у Путина такого времени явно совершенно нету, и желания кататься зимой на военном судне у него, судя по всему, тоже нет. Поэтому я так думаю, что это будет, конечно, самолет, вот, хотя вот сбитие Ил-76, оно должно напрячь, напрячь, вообще-то Путина, да, потому что если, так сказать, Ил-76 российский сбивается над российской территорией, то что мешает сбить его жутким странам НАТО или Украине, где-то там над Балтикой. Тем более, что там же готовится очень большое учение стран НАТО, да, 90 тысяч человек в течение нескольких месяцев будут проводить учения как раз в странах Балтии, Польши, Финляндии там и так далее, и Балтийское море активно будет участвовать. То есть на самом деле здесь, когда Песков говорит, что это никакой не месседж, это, безусловно, месседж геополитический, Путин показывает, что он может на своей территории, потому что Калининград считается российской территорией, хотя это, так сказать, не исконные российские земли. Вот, и, кстати, Германии там или там странам западным, пора бы предъявить Путину претензию на эту территорию, точно так же, как Зеленский, который опубликовал недавно указ и заявил свои претензии на исконно украинские территории, на территории Российской Федерации, что было, я считаю, отличным геополитическим троллингом Российской Федерации, когда там территории Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовских областей, Краснодарского края, Ставропольского края, где реально в 30-е годы, в 20-е годы от 80 до 95 процентов населения говорили на украинском языке. Это факт исторический. И в этом смысле правильно все делали. Но Путин сейчас проводит такую как бы свою предвыборную кампанию, поэтому Калининград, безусловно, во всем этом передвижении является самым важным именно геополитическим демаршем Путина, и, безусловно, это как раз направлено прямо к Западу. Ну вот, если говорить об этих предвыборных поездках Путина, как-то они все связаны были с северными регионами России. Совпадение, не совпадение. И вот тут Медведев не так давно разразился угрозами в сторону США о том, что за Аляску Россия, мол, собирается воевать. Прямой намек был. Вы знаете, это очень хорошо. Кстати, заканчивая тему Калининграда, Федеральные службы безопасности и ФСО отчитались о том, что они якобы разоблачили каких-то диверсантов, которые готовили покушение на Путина, два человека убиты, у них изъят какая-то там винтовка с оптическим прицелом. Но потом эти сообщения быстро убрали с телеграм-каналов военкоров российских. То есть там, я так думаю, что это была, может быть, попытка Путина сначала отмазаться от этой поездки, сказать, что она небезопасна, и поэтому туда ехать он не поедет. Будем ждать подтверждения, или попытка, кстати, ФСО и ФСБ показать Путину, что они такие крутые ребята, и что они могут всегда найти каких-то шпионов на территории Калининграда, и их вовремя обезвредить. Но с точки зрения, кстати, российской публики, это очень невыигрышная была информация, ее сразу быстро удалили. История с публикацией Медведева, ну, в общем, он такой клоун, злой клоун. Медведев играет злого клоуна, и играет такую классическую роль злого следователя Голливудского, на фоне которого Путин выглядит как следователь добрый. Поэтому здесь, в общем, я к этим заявлениям медведевским серьезно абсолютно не отношусь, хотя на Западе, к сожалению, их вынуждено рассматривать вполне серьезно, потому что он встроен в вертикаль российской власти, он является пятым номером в иерархии российской верхушки. Но его заявление, как это ни парадоксально, очень выгодно Западу. Потому что Путин как раз разыгрывает из себя такого всего мирного существователя с Западом. А вот Медведев постоянно всем грозит ядерной войной, захватами и так далее. И на самом деле публикации Медведевские, они способствуют пробуждению западного обывателя и западных политиков, потому что таким образом они могут понять, какова реальная геополитика и реальные планы Кремля. И чем больше Медведев, кстати, их пугает, тем это лучше для Запада и тем это хуже для Российской Федерации. И в этом смысле этого идиота надо держать, в общем, поэтому, кстати, его никто не пытается ничего с ним сделать, потому что он на самом деле играет в западную копилку. Точно так же, как Путин, большинство решений, которые принимает Путин, в итоге оборачивается против Российской Федерации. Вот как, например, вступление в НАТО в Швеции и Финляндии, этого добился Путин. Увеличение ассигнования Пентагона, этого добился Путин. Увеличение бюджета НАТО, этого добился Путин. Сплочение Западной Европы, этого добился Путин. Вообще Путин в этом смысле является прямым агентом западного мира, если смотреть не на декларации, а на результаты того, что Путин делает. И даже в Украине, вы знаете, даже это парадоксальная вещь. Я понимаю, что, конечно, это связано с большими потерями, но никто, так как Путин, никогда не сплачивал украинскую нацию. И украинская нация в результате нападения и агрессии Российской Федерации на территорию Украины сплотилась как никогда. И этого тоже добился Путин. Это вот тоже парадоксальная вещь. По версии Валерия Дмитриевича Соловья, Путина уже давно нет. Вы об этом знаете, да, об этой версии, которую он постоянно озвучивает и постоянно ее придерживается. И вот всем, значит, сейчас Россией руководит Патушем. Сейчас у меня будет к вам, Сергей Олегович, несколько, ну, наверное, вопрос из разряда конспирологии, но тем не менее, поскольку тема Пригожина, она так или иначе появляется в нашем информационном пространстве, в разрезе разных заявлений, да и вы неоднократно в наших эфирах заявляли о том, что тень Пригожина постоянно будет стоять за Путиным. Так вот, 23 января телеграм-канал, который вы очень хорошо знаете, генерал СВР называется, пишет следующее. Новость о простуде двойника, оказывается, двойник, который сейчас замещает Путина, простудился, не произвела впечатления на Николая Патушева. К тому времени он был озадачен другой проблемой. Уже три дня, как пропал с радаров Евгений Викторович Пригожин, благополучно проживающий до последнего времени в Венесуэле, пишет телеграм-канал генерал СВР. По договоренности, Пригожин должен был всегда носить с собой маячок и выходить на связь с ответственными людьми дважды в сутки. Начиная с субботы, маячок не дает сигнал, а Евгений Викторович на связь не выходит. Поиски не дали никаких результатов, это огромная проблема для нынешнего российского руководства, утверждает телеграм-канал генерал СВР. Зная деятельный характер Пригожина, продолжает этот телеграм-канал, можно предположить, что угодно, вплоть до решения воскреснуть, что в канун предстоящих выборов президента России может вызвать проблемы, сравнимые с мятежом ЧВК Вагнера в прошлом году. Ну вот как относиться к этой истории? Как к шутке, либо что-то подобное может в какой-то, я не знаю, интерпретации быть? И как? Ну, по поводу первой части вашего вопроса, значит, с двойником Путина, я уже многократно озвучивал свое отношение к этому делу, я это рассматриваю как замечательный политический троллинг и генералом СВР, и Валерий Соловьем Кремля, который, в принципе, дал свои результаты, потому что там родились мемы, так и так далее. Политически это для меня не является серьезным никаким действием, потому что я сказал так, что мне бы очень хотелось в это поверить, но у меня нет никаких доказательств. И генерал СВР, и Валерий Дмитриевич Соловей, когда 27-26 октября об этом заявляли, они говорили, что двойника можно использовать только очень короткое время, а теперь они поменяли полностью эту точку зрения, они говорят, что двойник идет на выборы, а дальше там какие-то изменения в правительстве, то есть все отложили уже на целый год, что кардинально отличается от того, что они говорили 27 октября, с одной стороны. И с другой стороны они говорили, что все очень быстро будет меняться в политике Российской Федерации, ничего не поменялось, никакого патрушева на самом деле нет, это все, так сказать, голословные заявления и Валерий Дмитриевич Соловья, и генерал СВР, которые троллят, конечно, Кремль, но никакого подтверждения реального этому нет. То есть мы в публичном пространстве никакого патрушева не видим, больше, чем раньше. То есть там даже тогда, когда он появлялся, это всегда было связано с его прямыми обязанностями в качестве секретаря Совета Безопасности. Ничего другого не было, и никаких изменений мы не увидели, ни премьер-министра не поменялось, никакого Дмитрия Патрушева не возникло, в кресле премьер-министра. То есть на самом деле все это, больше были слова, такие обещания, которые, в общем, не сбылись, потому что они говорили, максимум три месяца, вот сегодня исполняется как раз почти три месяца с объявлением этой смерти, ничего не поменялось. То есть в видимом спектре российской политики все как были, так и есть. Мишустин принимает свои решения, я не знаю, все на своих местах, Путин на своих местах. Ну и хотя они говорят, что это, конечно, двойник, это мало в это кто верит, и самое главное, что в это не поверили никто из действующих российских политиков, никто из действующих российских политиков в оппозиции и никто из действующих политиков международного уровня. То есть, грубо говоря, есть просто два источника, которые постоянно об этом говорят, это Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР. Никто, кроме них, в эту версию не поверил и не взял ее на вооружение. В том числе, кстати, и украинская сторона, которой она была бы вроде бы выгодна, но, тем не менее, президент Зеленский никоим образом серьезно к этой версии не отнесся. Поэтому, скорее всего, это был, в общем, пшик получился политический, потому что они надеялись наверняка, что просто из этого возник какой-то скандал политический, будут обсуждать. Люди обсуждали, люди слушали, но ничего другого. Политически это никак не отразилось на внутреполитической ситуации в Российской Федерации. С Пригожиным пока что примерно такая же ситуация. То есть, в принципе, да, действительно, я говорил, что Пригожин даже мертвый все равно за Путиным будет стоять, как тень отца Гамлета, потому что Путин его не посадил, Путин его не осудил по суду, а он его уничтожил мафиозно. Причем та информация, которая была озвучена официальными органами Российской Федерации, оставляла очень много сомнений, был ли там Пригожин. Я вам напомню, что заявление Следственного комитета, в нем говорилось о том, что все люди, которые погибли в катастрофе 23 августа, они все соответствовали полетному списку. А у Пригожина было три официальных двойника административных, люди, у которых были паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина. В отличие от Путина. Вот если с Путиным мы там все это делаем, это наши спекуляции, там есть двойник, не есть двойник, то у Пригожина были официальные двойники. И какой из этих двойников на самом деле погиб в этом самолете, неизвестно. Или сам Пригожин. Но видите, значит, когда телеканал Генерал СВР называет даты и называет вероятность того, что Пригожин появится, то все очень просто. Нам надо просто подождать и посмотреть, появится он или не появится. Вот если он появится, мы это будем обсуждать. А если не появится, то это просто разговор ни о чем. Возвращаясь к прямым обязанностям Патрушева, в Москве он провел переговоры с секретарем иранского САВБЕЗа, обсуждали взаимодействие спецслужб и борьбу с терроризмом. Также был затронут вопрос разработки двустороннего всеобъемлющего договора. Предусматривает ли это то, что в ближайшее время Иран будет снабжать Россию баллистическими ракетами? Как считаете? Вот, кстати, это отличный пример того, как работает Патрушев. И, кстати, это опровержение той роли, которую ему приписывает и генерал Савейр, и Валерий Вячеславович Соловей. Потому что он провел переговоры не с президентом Ирана, не с Айталой Хаминеи, а он провел переговоры с своим абсолютным партнером такого же уровня, тем же самым секретарем Совета Безопасности в Иране. То есть это обыкновенное межведомственное взаимодействие. И здесь Патрушев просто исполняет свои прямые обязанности и ничего больше. То есть здесь он не выступает никаким президентом Российской Федерации, не заменяет его, не заменяет премьер-министра, а он проводит переговоры с своим партнером, таким же секретарем Совета Безопасности. Это нас должно напрягать, потому что Иран является не самым хорошим государством. Иран является агрессивным, подсанкционным государством, которое напрягает Израиль, напрягает Соединенные Штаты Америки, напрягает Западный мир. И их сотрудничество Российской Федерации и Ирана это сотрудничество, которое вызывает напряжение на международной арене. И такая встреча с секретарем Совета Безопасности этих двух агрессивных и подсанкционных государств не может у нас не вызывать каких-то сомнений. О чем конкретно там идет речь, нам неизвестно. Но, судя по всему, обсуждается программа, в том числе и военного сотрудничества. Хотя, видите, Иран, в общем, передал практически теперь передачу производства беспилотников на территории Российской Федерации. То есть шахеды, которые теперь используют Российскую Федерацию, они сами делают у себя, значит, где-то там в Татарстане. И, кстати, даже модернизировали эти беспилотники, которые теперь доставляют даже в Украине больше проблем, потому что их там красит в черный свет, чтобы ночью они не были видны. Иран используют новые материалы типа карбона для того, чтобы они были менее видны радаром и так далее. То есть в этом смысле, конечно, там сотрудничество идет. Но оно идет в две стороны, потому что Российская Федерация содействует Ирану в развитии формально мирного атома. А там неизвестно, мирного, не мирного, потому что прошла информация о том, что у Ирана сейчас уже есть достаточное количество обогащенного урана. И он, кстати, возобновил обогащение урана до боевых показателей. И у него есть теперь достаточно обогащенного урана для того, чтобы произвести аж три ядерных заряда. И это информация, конечно, которая всех напрягла. Прежде всего Израиль, кстати, который находится совсем недалеко. А также Пакистан, потому что там, на самом деле, у Ирана сейчас прошла сеть и целая цепь проблем, со всеми приграничными государствами, с Ираком, с Пакистаном и с Сирией, а последовательно, потому что американцы там бомбили. И потом Иран отвечал на американские объекты, находящиеся в регионе. В этом смысле, конечно, напряжение растет, и мы посмотрим, что будет из этого вытекать. Потому что, конечно, такое углубление сотрудничества Российской Федерации с Ираном не может нас не напрягать. Тут, знаете, когда объявляют, ну вот так, в официальных формулировках, что встречи, да, и тематика встречи, переговоров глав совбезов Российской Федерации и Ирана является обсуждение взаимодействия спецслужб и борьбу с терроризмом, можно иронизировать о том, что думают, как бороться друг с другом, да. Но вот если говорить серьезно, контакты, мы видим, насколько сейчас участились визиты представителей России в КНДР. Тут Путин собирается также лететь в Пхеньян. По вашему мнению, насколько свои мускулы сейчас вот эта ось Россия-Иран-КНДР нарастила за последнее время? Ну, по крайней мере, если не мускулы, то, по крайней мере, общение какое-то и сотрудничество, безусловно, активизировалось. И это, конечно, конечно, всех напрягает. Хотя, ну, здесь не надо переоценивать, потому что Северная Корея – это все-таки убогое государство, в котором люди умирают с голода. И то есть она чего-то там какие-то болванки военные может делать, но в смысле технологии, она ничем не лучше Российской Федерации. То есть там никакого технологического прорыва в Северной Корее Российская Федерация не сделает. Там просто она затыкает дыры, потому что она просто взяла уже имевшиеся снаряды, которые могли помогать ей на войне. Говорят о миллионе боеприпасов, которые Северная Корея передала Российской Федерации. Скорее всего, это боеприпасы, которые подходили к окончанию сроков годности, сроков хранения. И в любом случае, вы же понимаете, что там раз в 10 лет, раз в 25 лет, раз в 50 лет надо заменять эти арсеналы. И северокорейцы просто нашли выгодный способ избавиться от утилизации этих боеприпасов и получить взамен что-то от Российской Федерации. Вот нас напрягает больше, кстати, в Иране и в Северной Корее, вот в этом сотрудничестве с Российской Федерацией, что они получают взамен от Российской Федерации. Хотя сами по себе эти страны не обладают слишком большим потенциалом, но Иран, правда, большим потенциалом обладает, чем Северная Корея. И плюс напряжение еще в том, что Северная Корея имеет ядерное оружие, уже в отличие от Ирана, потому что у Ирана только готовится сделать это, а у Северной Кореи оно реально есть. Это все, так сказать, это подтвержденный факт, вроде бы, и признанный всеми странами, хотя Северная Корея не является формально государством, входящим в ядерные государства. Но все понимают, что у нее ядерное оружие есть. И она грозит постоянно войной. И, кстати, вот в последнее время она даже говорила о вероятности ядерной войны с Юрной Кореей. И, конечно, сотрудничество с Российской Федерацией, то есть Северной Кореи, агрессивного государства, находящегося под санкциями Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности, и Российской Федерации, которая тоже находится под международными санкциями, в любом случае такое сотрудничество не добавляет, так сказать, уверенности в завтрашнем дне на международном уровне. Еще один, несколько вопросов, кстати, которые связаны с предвыборной вот этой, ну, это нельзя назвать предвыборной гонкой, многие называют это спектаклем, то, что называется сейчас президентскими выборами в России. Но так или иначе, Борис Надеждин, вот по вашему мнению, как вы относитесь к нему, что вы можете о нем сказать, и может ли он стать новой головной болью Кремля и тем черным лебедем, на которого сейчас многие возлагают свои надежды? Вообще, вы правы, что нет никаких выборов. В Российской Федерации это, в общем, церк с конями, то есть это такое представление. Но, тем не менее, для этого представления в Российской Федерации нужны статисты, и, в общем, Надеждин подпадает под определение такого статиста. И мы бы о нем даже ничего не обсуждали, если бы у Путина не накопилось критической массы проблем в Российской Федерации, в частности, усталость российского общества от самого Путина, потому что он уже все-таки 24 года, его лицо маячит на всех экранах и политическом пространстве в Российской Федерации. От него люди устали, объективно. У него были проблемы уже в предыдущих выборах в 2018 году, когда вдруг Грудинин, кандидат КПРФ, начал вылезать на большие проценты. Формально он получил 11,5% примерно на этих выборах, а это значит, реально он получил за 30%, и у него отняли 20% и передали их Путину. И тогда, кстати, Путин очень сильно испугался. Ему реально вот это грозило, потому что, ну, по крайней мере, если не грозило то, что Грудинина вместо него выберут, то, по крайней мере, грозило то, что Путина не выберут в первом туре, и, возможно, даже будет голосование во втором туре. Вот. И в такой ситуации, конечно, это была очень опасная вещь Путину. Тогда, кстати, понадобилась организация очень громкой какой-то международной акции, агрессивной, которая отвлекла бы внимание всего мира и создала бы ему имидж такого мачо-агрессивного, абсолютно отвязного бандита внутри Российской Федерации, и он устроил покушение на Скрипалей 4 марта 2018 года в Великобритании. И это сработало, у него сразу повысился рейтинг, потому что у него, кстати, очень рейтинг тогда упал, потому что он провел пенсионную реформу в 2016-2017-2018 годах, отняв деньги пенсионеров и так далее. И вот его, этот самый Совковый электорат, бабушки и дедушки, которые там мечтают о Сталине и о Совке, они на Путина обиделись тогда, и на Путина реально очень снизился тогда электоральный рейтинг. Это, конечно, скрывали. Вот сейчас у него еще хуже ситуация, потому что сейчас были проблемы с ценами на яйца в декабре, потом были с ценами на куры, потом были, значит, и продолжаются всякие аварии в Российской Федерации повальные, в морозы, там люди остаются без света, без тепла, без воды, без канализации. Путин всем надоел, все от него устали. Вот, и в такой ситуации, конечно, Надеждин, который, конечно же, просто спарринг-партнер, вот, может вдруг получить неожиданное, неожиданное развитие и стать вот этим вторым Грудининым на этих выборах. Будем смотреть, допустят ли его до выборов или не допустят, потому что сейчас пока что идет, заканчивается история со сбором подписей, но уже на этой стадии, он, кстати, проводил эфиры вместе с журналисткой, которая отстранили, которая не допустили, значит, до сбора подписей и вообще даже сбор подписей Надеждина вдруг вылился в какую-то политическую акцию, потому что визуально вдруг все увидели вот реальные очереди людей по всей стране и за границей, которые выстраивались к пунктам сбора подписи Надеждина. И таким образом это, кстати, доказало, что вот он единственный кандидат, у которого реальные подписи, потому что все остальные, включая Путина, сдали, вот за Путина сказали, что собрали 3 миллиона подписей, сдали там 330 тысяч, то есть в три раза больше, чем нужно, вот, но никто не видел никаких очередей за людей, которые ставят свои подписи за Путина, за Бабурина и так далее. Там зарегистрированы сейчас 4 кандидата уже, которые уже сдали подписи. Вот, и в этом смысле уже роль Надеждина уже обострилась, обострилась вся эта компания. Песков, конечно, тут же вышел и сказал, что, ну, для Кремля, Кремль не рассматривает Надеждина как очень опасного кандидата, а это значит, что Кремль рассматривает Надеждина как опасного кандидата. И сейчас вся интрига заключается, вот, конец января, официальный срок сдачи подписи 31 января, у Надеждина, в принципе, 150 тысяч подписей, то есть на 50 тысяч больше, чем нужно, для того, чтобы быть официально ему зарегистрированным. И вот мы будем смотреть, значит, вот сейчас, в конце января, в начале февраля, зарегистрировать его кандидатам или не зарегистрировать. Если не зарегистрировать, это значит, Кремль его просто испугался, вот, а если зарегистрирует, то создается интрига. И интрига, в принципе, конечно, она такая цирк с конями, но вдруг, при всех накопленных проблемах Путина и усталости народа от Путина, Надеждин может стать очень опасным игроком для Путина. Поэтому я считаю, что его, конечно, не допустят, но посмотрим, сбудется прогноз или не сбудется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова